МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на 12-м канале. В студии Евгений Макеевский. Здравствуйте! Мы предлагаем вам обзор главных городских событий. События в регионе. Смотрите в этом выпуске. Сегодня глава города проверил, как ведутся работы по ремонту тротуаров. В рейде побывала и наша съемочная группа. Череповщане теперь могут повлиять на качество медицинского обслуживания. Это дополнительный пункт анкеты по голосованию народный доктор. Старт программы в Череповце сегодня. Подробности в новостях на канале 12. Город без дорог. Заслуживает ли Вологда такого названия? Областную столицу посетили специалисты Объединенного народного фронта, чтобы это проверить. Результаты визита в сюжете Ольги Амелиной. Новая зеленая зона появится в Заречье. О этом сегодня рассказал мэр города Юрий Козин в ходе рейда по благоустройству города. Мэр оценил и качество ремонта тротуаров. Вместе с городоначальником по улицам прогулялся Александр Шагичев, а заодно выяснил, какие перемены ожидают Череповец. За шесть дней рабочие закатали в новый асфальт тротуары почетной стороне Ленина. Участок от улицы Металлургов до Вологодской. Мэр прогулялся по обновленной дорожке и качеством покрытия остался доволен. Правда, во время строительных работ пешеходам приходилось ходить по газону. След от протоптанной тропы виден до сих пор. Гарантия на новый асфальт 4 года. Однако подрядчики обещают, что служить он будет гораздо дольше. Новое покрытие появится и на тротуарах улицы Архангельской. По словам строителей, когда здесь сняли старое полотно, под ним не оказалось никакой основы, только песок. Сейчас дорожку строят по всем правилам. Этот участок планируют создать к концу недели и вперед благоустраивать другие улицы города. Потом мы переходим на улицу Победа. Участок от улицы Архангельской до улицы Юбилейная, Четная сторона. Параллельно у нас сейчас работы ведутся на улице Ломоносова. И субподрядчики у нас еще работают на улице Тимофина. На Советском проспекте ремонт тротуаров уже в завершающей стадии. Две недели назад плитку положили на участки от Воскресенского собора до Ленина. Работы продолжились до проспекта Победы. По словам чиновников, такой масштабный ремонт дорожек не проводился в Череповце очень давно. В процессе обсуждения задавались вопросы, а может эти деньги направить на ремонт и дорог. Всегда так и было. То есть мы тротуары не ремонтировали, наверное, последние лет 30-40. Вот так масштабно. Хотя и то, что отремонтировали в этом году, очень масштабными-то ремонтами нельзя назвать. Сделали только наиболее аварийные участки. Общая площадь всех работ 13,5 тысяч квадратных метров. Стоимость около 20 миллионов рублей. Завершить ремонт должны к концу августа. Помимо обновленных тротуаров, в городе может появиться и новая зона отдыха на улице Архангельской. Есть предложение организовать сквер с размещением здесь скамеечек, курн, благоустроенных. По программе озеленения осуществить подрезку, если потребуется дополнительную посадку, цветочное оформление. Размещаться парк будет на территории от Краснодонцев до улицы Беляева. Пока здесь только одна пешеходная дорожка, да и то совсем разбитая. Привести в порядок этот участок в городе в планах следующего года. Александр Шагичев, Егор Плюснин, Новости. Ямочный ремонт Вологодских дорог вызвал недоумение специалистов Общероссийского народного фронта. Членов экспедиции удивило, что дорожники латают дыры в асфальте с помощью брусчатки. Насколько это законно, инспектор выясняет вместе со специалистами областной прокуратуры. Заявление в надзорный орган уже поступило. Что еще вызвало интерес у московских ревизоров в Вологде, расскажет Ольга Амельна. Ее размеры 60-15 на 5. И если она помещается в яму, вот как здесь, то эта яма не соответствует нормативам. Этот брус с ироничной надписью сверху зовут Колобашкой и считает шестым членом экспедиции «Оценим качество дорог». У него, рассказывает инспектор, миссия серьезная. Имеется и свой аккаунт в Инстаграме. Сегодня среди фотографий, возможно, появятся и Вологодские улицы, в том числе и новоиспеченная яма на Можайского. Она скрывает Колобашку полностью. Выбойно крайне опасно, говорят ревизоры. Ее нужно срочно залатать. Причем по всем правилам, а не в инновационном вологодском стиле. Мы везде собираем какие-то местные особенности. В Вологде это особенность латать ямы брусчаткой. И нам вообще кажется, что это не то чтобы неправильно, и не по технологии. У нас вообще возникли вопросы о том, как можно вообще такие результаты работы принять. Эта брусчатка не предназначена для того, чтобы по ней двигались автомобили. Она, соответственно, на следующий год ее уже не становится. Мы уже много видели таких мест, где она просто вылетела. Где-то асфальт кладут прямо в снег, где-то дорожники работают по колено в лужах. Подобных особенностей национального строительства дорог у москвичей целый список. Члены Объединенного народного фронта каждый год путешествуют по всей России, чтобы оценить работу местных властей. Вот уже третий день яркий автобус колесит и по Вологодщине. Рабочая группа уже побывала в Соколе и Череповце, сегодня добралась до областной столицы. По многим улицам специалисты проехали по наводкам самих жителей города. Дороги одно название только. Нарог нет по большому счету. Центр города, наш Вологодский Арбат, улица Батюшкова. От Кремлевской площади выходишь. Все. Ну, сами видели, горбатые. Улицу Ленина вот недавно только подделали. Центр города, наша визитная карточка. Ну, ямы большие по улице Петина, это между Бывалого и Ленинградского. Тоже там такая дорога, что желала бы лучшего быть. А вот новые улицы сделаны неплохо, отметили члены ОНФ. Так называемые гарантийные дороги, те, что отремонтировали 2-3 года назад, специалисты проверяли в первую очередь. Но даже у них есть недостатки. В основном это недоработанные швы. Проехались московские ревизоры и по медицинским учреждениям города. Они отметили почти нигде нет парковок. Так, например, вот здесь у онкологии как обычные машины, так и скорые стоят прямо на тротуаре. Не наблюдается здесь и мест для инвалидов. Нарушений немало и возле школ. Контролеры утверждают, знаки внимания дети есть не везде. А пешеходных переходов, обозначенных желтой или красной подложкой, они и вовсе не нашли во всей Вологде. Хотя такие требования прописаны в февральских указах президента. Все недочеты московские инспекторы отразят в отчете, который передадут вологодским чиновникам. А вот свои вопросы о законности ямочного ремонта брусчаткой направят уже в областную прокуратуру. Интересно, что в Череповце также недавно рассматривался вопрос об использовании старой тротуарной плитки для ямочного ремонта зимой. Об этом рассказал журналистом начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Буслаев. Другим темам влиять на качество медицинского обслуживания теперь могут череповчане. Впервые в анкете для голосования областного конкурса «Народный доктор» появилось специальное. Рассказали на открытии конкурса в городе Нашексне. Эти анкеты будут изучаться. Все предложения, конечно же, без внимания не оставятся. Мы будем их учитывать, в том числе при принятии управленческих решений, при формировании бюджета на 2016 год, при формировании программы партии «Единая Россия» на предстоящие выборы. Для того, чтобы на основании этих идей, этих предложений, этих инициатив мы меняли при необходимости законодательство. Выборы народного доктора, фельдшера, медсестры и медбрата. На Вологодчине события уже традиционные. Три года назад при поддержке губернатора области Олега Кувшинникова конкурс приобрел новый статус. В прошлом году за лучших медиков проголосовали более 15 тысяч жителей области. В этом организаторы рассчитывают на еще большую активность. Голосование простое, никаких специальных требований к участникам и самим медикам нет. Итоги народного рейтинга подведут осенью. Выемка анкет состоится 30 сентября. В Череповецком магазине нашли колбасу, просроченную почти на два месяца. О результатах акции «Народный контроль» написала газета «Речь». За 20 минут в одном из магазинов контролеры собрали целую тележку просроченных продуктов. Это примерно 12 килограммов креветок, замороженной скумбрии и других товаров. Всего за прошедшую неделю «Народный контроль» побывал в 41 магазине в разных районах города. Цель рейдов – проверка качества услуг, просроченные продукты небезопасны для здоровья. Бороться с борщевиком на государственном уровне предложил глава региона Олег Кувшинников. Он направил письмо министру сельского хозяйства с предложением разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком Сосновского, а также включить его в отраслевой классификатор сорных растений России. В Вологодской области на сегодняшний день зараженная территория борщевиком Сосновского занимает более 3000 гектаров. По экспертным оценкам, через несколько лет эта территория может быть увеличена более чем в два раза. Борьба с борщевиком затруднена из-за его высокой репродуктивности, отмечают специалисты. Он растет практически в любых природных условиях. Если взрослое растение, рвать или рубить его сок, попадая на кожу под воздействием прямых солнечных лучей, вызывает тяжелые ожоги. В результате территории становятся опасными для проживания, затрудняется их использование для производства сельхозпродукции. В нашей области на протяжении трех лет действовала региональная программа по борьбе с борщевиком. Анализ ее эффективности показал, что проведение мероприятий локального характера недостаточно для его полного уничтожения. Как добавил глава региона, существенную роль в решении этой проблемы может сыграть межведомственное взаимодействие с органами местного самоправления, федеральными и органами исполнительной власти, в чем в ведении находится территория, заросшая борщевиком. Серьезный рост подростковой преступности зарегистрировала прокуратура Вологодской области. В ведомстве проанализировали ситуацию за первые шесть месяцев 2015 года. За это время несовершеннолетними было совершено около полутысячи преступлений. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Существенно вырос уровень повторной подростковой преступности с 78 до 92. Примерно на 150 незаконных деяний несовершеннолетние пошли в группе со взрослыми. Свыше 60 преступлений совершены подростками в состоянии опьянения. Тенденция к криминализации наблюдается на территории 15 муниципальных образований региона. Среди них областная столица Череповецкий и Вологодские районы. Причиной, связанной со сложившейся ситуацией, является прежде всего неудовлетворительная работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В деятельности комиссии по делам несовершеннолетних выявлено больше 100 нарушений со стороны органов прокуратуры области. В деятельности сотрудников полиции по профилактике преступности среди несовершеннолетних было выявлено за истекший период текущего года порядка 300 нарушений закона. Сегодня все возы страны опубликовали первые приказы о зачислении на бюджетные места. Имена поступивших стали известны и в Череповецком университете. Счастливчиками стали 588 человек. В списке поступивших оказались те, кто набрал наиболее высокие баллы на ЕГЭ. Однако возможность учиться бесплатно может появиться и у менее успешных кандидатов. Окончательные скорректированные списки появятся 7 августа. В них останутся только те ребята, которые вовремя сдали оригиналы документов. Фамилии поступивших, количество набранных баллов по вступительным испытаниям разместят на официальных сайтах и на информационных стендах учебного заведения. Добавлю, что в десятки вузов страны прием абитуриентов вообще прекращен. Это связано с проверками Рособорнадзора, который выявил грубые нарушения в учебных заведениях. Самое распространенное – это отсутствие необходимых документов на здание и землю и многочисленный преподавательский состав. У нас есть еще новости о них. Смотрите во второй части выпуска. Сразу два моста через реку Серовку с полным перекрытием движения капитально отремонтируют. Подробности расскажем в новостях на 12-м канале. Пора платить по счетам. Череповчане должны погасить свои долги перед управляющими компаниями. Такое требование предъявила городская прокуратура. Подробнее об этом расскажем в новостях на Первом городском. Дожди и холода закончились. По крайней мере, так обещают синоптики. О погоде, как обычно, в конце выпуска. А сейчас реклама. Не меняйте канал. Инвестстройзаказчик. Инвестстройзаказчик. Долевое строительство квартир на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка до ввода объекта. Индивидуальный подход каждому дольщику. Подробности по телефону 24-78-15, Первомайская, 45. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победа, 95. Телефон 52-08-32. Кредиты пенсионерам со скидкой 10%. Про Бизнес Банк. 67-50-50. H2O. Тепло семейного очага. Радиатор алюминиевый. Всего 309 рублей за секцию. H2O. Подробности Череповец Победы 93Б. Хороших дверей для вас еще больше. Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери. То, что вам надо. Проспект Победы 105, Ленина 90 и Октябрьский 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. Это новости на Первом городском. Мы продолжаем. Сразу два моста через реку Серовку в Череповце отремонтируют капитально. Для этого полностью перекрывается движение транспорта. Автобусы пойдут в объезд. После реконструкции сооружения будут гарантированно служить на благо горожан минимум три года. Павел Панов сегодня побывал на месте ремонтов. Мост через реку Серовку в створе улицы Северной уже изменился. В течение трех недель рабочим удалось делать немало. По сути, они полностью поменяли переправу. Старая, которую признали аварийной, остро нуждалась в ремонте. Снимаем, демонтируем асфальтобетонное покрытие, которое было разрушено. И устанавливаем новое асфальтобетонное покрытие. Также здесь происходит ремонт деформационных швов, ремонт ездных плит и ремонт тротуаров. Специалисты и техника работают здесь весь световой день. Сейчас они уже на финишной прямой. Появились новые деформационные швы с необходимой гидроизоляцией и специальным покрытием. Современные технологии и постоянный контроль за работой специалистов гарантируют долговечность этого сооружения. К слову, бетон для основания используют в высокой марке. Он выдерживает температуру до минус 50 градусов. По средствам и по людям, мастеров, специалистов хватает. Также нас МКУ САД постоянно контролирует за выполнением работы. В принципе-то по сдаче этого моста, я думаю, что к концу этой недели мы даже уже асфальт положим. Я думаю, что раньше сроков сдадим. Через несколько дней здесь уложат и новый асфальт. Гарантия на эти работы – три года. Как только этот мост приведут в порядок, специалисты примутся за другой. Переправа тоже через Серовку, но уже в створе улицы Кирилловской. Первый этап реконструкции этого моста через Серовку прошел еще в прошлом году. Были заменены деформационные швы и отремонтированы основания. В этом году специалистам предстоит полностью поменять асфальтобетонное покрытие как проезжей части, так и тротуаров. К ремонту приступят 10 августа. Для этого, начиная с пяти часов утра, полностью перекроют движение транспорта. Автобусы 5, 19 и 118 маршрутов пойдут в объезд. Серов, Переула, Костинская и Молодежная. В обратном направлении проехать можно будет по тому же пути. Все работы специалисты завершат 24 августа. Как нам стало известно, сегодня практически готовы результаты экспертизы и главные переправы города – Октябрьского моста. Питерские и московские специалисты представят отчет к концу этой недели. Павел Панов, Егор Плюснин. Новости. Череповцы сбили женщину-пешехода. По информации ГИБДД, это произошло сегодня в 7.50 утра. 68-летний водитель Нивы двигался по улице Комсомольской в сторону Горького и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Череповчанка получила травму, закрытый перелом плеча и была доставлена во вторую областную больницу. Автоинспекторы напоминают водителям, что перед пешеходными переходами всегда нужно снижать скорость. Пешеходы, в свою очередь, не должны выскакивать на проезжую часть. Переходить дорогу можно только после того, как транспорт остановился. Не во все жилые дома Заричи дали горячую воду. Жалобами на отсутствие этого блага цивилизации обратились к журналистам и жильцам дома на Первомайской 9. Как пояснили в департаменте ЖКХ, к горячему водоснабжению этот дом должны подключить сегодня. Однако с ремаркой по готовности. Это значит, что пока ремонт на сетях полностью не завершится, воду дать не смогут. Поэтому жителям нескольких домов придется подождать. Напомню, что в ходе гидравлических испытаний в Заричинской части города были обнаружены утечки. 9 на магистральных трубопроводах и 6 на внутриквартальных сетях. К началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. А вот череповчане должны поскорее погасить свои долги перед управляющими компаниями. Такое требование предъявила городская прокуратура коммунальщикам после очередной проверки. Специалисты выявили несколько фактов неэффективной работы по взысканию задолженности за предоставленные услуги. После чего пришли к выводу, что управляющие компании слишком мягко относятся к должникам. Речь идет об УК Заричинское, ЗАО «Максимум», «Теремок» и «Мой дом». Они попали в черный список из-за большого количества неплательщиков. Эту ситуацию прокуратура города взяла под особый контроль и обязала руководству управляющих компаний активнее взыскивать долги с череповчан. Акция «10 на 10» стартовала в Череповце. Ее проводят судебные приставы совместно с ГИБДД. Ведомство разыскивает череповчан, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей. Также под акцию попадают граждане, в отношении которых имеется более 10 исполнительных производств. В рамках акции приставы эвакуировали два автомобиля, изъяли сотовый телефон. Один череповчанин прямо на месте погасил задолженность по 19 исполнительным производствам. Речь проходила не только на улицах, но и по квартирам должников. Незваным гостям удалось взыскать 120 тысяч рублей с неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. О спорте. Алмаз проиграл на старте домашнего предсезонного турнира. В Череповце стартовал международный хоккейный турнир в памяти летчика-космонавта Павла Беляева с участием команд МХЛ. Алмаз в первой игре встречался с хоккейным клубом «Рига». Это первый турнир для Алмаза в этом межсезонье. Пока еще тренеры ведут работу над формированием состава команды. Это понимают и все хоккеисты, которые сейчас тренируются в составе череповецкой команды. Поэтому и волнение большое. Нервничаю я немного. Вся команда нервничает. Все-таки у всех почти дебютный матч в МХЛ. Я думаю, что со временем сейчас это все пройдет, и сейчас мы наладим свою игру. На данный момент в Алмазе набирается игроков на шесть с пятерок. Это при том, что несколько лидеров сейчас задействованы в Северстале, а также отправились на просмотр в клуб высшей леги. Из тех, кто выходит на лед в этом турнире, в команде в итоге к началу чемпионата МХЛ останутся менее половины. Тренироваться ребята устали немножко. Хочется уже поиграть в хоккей. Конечно, много сумбура. Я думаю, что сейчас поначалу не разбереги, потому что на самом деле немного времени еще на льду находимся. И нет такого слаженности в сочетании, в звеньях, в парах. Но азарт есть, присутствует, желание есть. Это хорошо. В стартовой игре против Риги в составе череповчан было всего несколько игроков из прошлогоднего состава. Остальные претенденты на место в команде, которые пока находятся в Череповце на просмотре. И конкуренция внутри коллектива очень жесткая. Но на жизни вне хоккея это отражаться не должно. На поле нет друзей. За пределами поля все друзья, все хорошо общаемся. Посещаем кино, ходим в кино, все нормально. Фактор несыгранности хоккеистов повлиял на то, что в атаке игра у Алмазов в стартовом матче не получилась. А две ошибки в обороне привели к пропущенным шайбам. В итоге поражение со счетом 0-2. Рига возглавила таблицу после первого тура. В других матчах игрового дня СКА 1946 обыграл СКА Серебряные Львы со счетом 3-2, а Ярославский Локо был сильнее питерского Динамо 2-1. На турнире каждый соперник сыграет с каждым. А потому возможность проявить себя у молодых хоккеистов еще будет. Владимир Сентябрев, Дмитрий Маков, Новости. Хоккейная команда «Северсталь» провела второй контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Череповецкие хоккеисты проверили свои силы в игре с питерским СКА. Матч прошел в финском городе Пайулахте. СКА и «Северсталь» выставили на этот контрольный матч достаточно боевые составы. У армейцев появился их капитан Илья Ковальчук, а у череповчан впервые в межсезонье на игру было заявлено ведущее звено минувшего чемпионата Кагарлицкий-Чернов-Монск. Игра прошла с большим количеством опасных моментов у ворот обеих команд. В итоге ничья 2-2. У СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов и Динар Хафизолин. Новости, Встали, Павел Бучневич и Вадим Бертников. Сразу после завершения основного времени соперники выявили сильнейшего в серии буллитов. Здесь единственный точный бросок удался форварду армейцев Антону Бурдасову, а череповчане не смогли реализовать ни одной из трех попыток. Впереди у «Северстали» еще два матча в рамках финского сбора. 7 и 8 августа «Северсталь» сыграют с местными клубами «Юб» и «Сайпа». Метеорологи сегодня объявили, что дожди и холода закончились. Август будет самым настоящим летом, теплым и солнечным, а пока за облаками наблюдал Константин Ширинский. На Средиземноморье – виндсерфинг. В швейцарских Альпах – фристайл, а в деревне Мендюкино – дожди. Череповецкое лето далеко нельзя назвать ярким и солнечным. Долгое время природа была, можно сказать, в депрессии. Дожди, холод и промозгло-серое небо. Однако нет худа без добра. Дачникам в этом году отчасти повезло. Их огород почти все лето поливала сама природа. Правда, дождей было слишком много. Некоторые незадачливые садоводы обнаружили, что их урожай попросту сгнил. Кое-кого картошка погибла, потому что земля сырая. Посажено было пораньше, как у нас обычно женщины стараются посадить пораньше. И проблема такая, что там картошка этот самый сразу погнила. Дачники от сырости и холода, мягко говоря, не в восторге. Недовольство нынешняя погода вызывает и у тех, кто летом остался в городе. Хотелось бы, чтобы оно было более теплое и радовало солнцем, потому что очень холодно. Да его не было. Лета-то не было. Конечно, хотелось бы иногда больше тепла, но в принципе ничего. Лето не оправдало своих надежд. Хотелось больше тепла, солнца. Ну, мы надеемся, что он еще перейдет к нам. Впрочем, как порадовали сегодня синоптики, прятать сандалии и шорты подальше в шкаф еще рано. Август вспомнил, что он лето. Теплое и солнечное время года. Именно такая погода, по прогнозу, ожидает нас в ближайшее время. В середине текущей недели погода в Вологодской области полностью перейдет под влияние очага повышенного атмосферного давления. Он не позволит редким облакам, проплывающим в небе над регионом, достичь дождевой фазы. И солнечные лучи будут прогревать остывшие за ночь воздушные массы. Постепенно, день за днем, солнца в небе будет все больше и больше. Температура в течение недели будет неизменно повышаться. А облаков будет все меньше. Услышав такой прогноз, дачник со стажем Вячеслав приготовился работать. Плохая погода не давала заниматься необходимыми делами. Пока небо ясное, нужно успеть собрать урожай, облагородить грядки, утеплить второй этаж, перебрать крышу и много чего еще. Хотелось бы доделать, вот это. Доделать не могу, потому что лестницу поставлю, пойду, что-нибудь там делать, пришивать, дождь. Погоды нету, а хотелось бы погоды-то хорошей. Приятным завершением недели для всех станет жаркое воскресенье. Температура в выходные достигнет отметки в 24-25 градусов. Самое время позагорать на пляже или погулять в лесу. Константин Ширинский, Анатолий Холин, Новости. У меня к этому часу все. Увидимся летом. Субтитры сделал DimaTorzok